привет ребят давненько я не радовал вас расчлененка и сегодня как раз такой день вы очень много просили меня рассказать о кроссовках nike zoom trick 1 это кроссовки я не санта токумпа но к сожалению пока у меня с ними все как-то не подрастает и я решил объединить эти два момента и показать вам эти кроссовки в разрезе ну и поделиться с вами своими первыми впечатлениями и моими мыслями по поводу данной модели ну что погнали смотреть для начала скажу что как по мне nike слегка подзадержался с релизом данной модели я конечно понимаю что релиза у них кроссовок запланирован на год вперед но согласитесь было бы здорово если бы я не сразовывал своих соперников в плей-оффах будущие обуты свои собственные именные кроссовки на их популярности это бы точно отразилось положительным образом но честно говоря крозы пользуются спросом и без этого в одном популярном российском магазине не скажу в каком на эти кроссовки случился сразу же солд-аут но сейчас пары подвезли и ажиотаж спал честно говоря не ожидал что ритейл кроссовок составит 120 баксов как по мне рановато на них сходу было навешивать такой неслабый ценник могли бы начать хотя бы со 110 но в нашей этой стране ценник как всегда предательский вырос на пару тысяч и составил 9 700 с момента появления первых снимках первых фриков реакция на них была разная одним сразу не понравилось качеством материалов с торчащим клеем ранняя расцветка и дизайн самих кроссов другие были более сдержаны себя же я пожалуй причислю во вторую группу дизайн кроссовок нахожу интересным массивный свуш расположены в основе кроссовок идея пусть и не новая но прям скажем не дурная при этом соглашусь и с теми то плюется в отношении качества их материалов кроссы выглядят бедновато отчасти это из-за внешнего покрытия представленным внешним поверх которого расположили плотную сетку как видите кроссовки традиционно не содержат большого количества набивки от бедности материалов призвано отвлекать внимание пестрые и яркие расцветки кроссовок и со своей задачей надо сказать не справляются неплохо мицоль кроссовок представлена пилоном и в передней части содержит канавки призванные повысить сгибаемость в носке вполне себе нормальное решение виденное нами не раз уверен что и в данных кроссовках она наверняка сработает как видите в пяточной области кроссовок имеется сразу два небольших поданной габариты у них вполне стандартные и как по мне решение достаточно спорное согласитесь логичнее было бы расположить один в носке и один в пятке в итоге получились бы более универсальные баскетбольные кроссовки сам же я такого решения также не одобряю нет но я могу понять второй под усиливающий пятку кроссовок у которой уже есть full лэнс зум как у тех же кейди 12 но делать два пода как по мне чистый и бон который нужен просто с целью выгоднее его преподнести скажите мне что помешало дизайнером пятки разместить один массивный 14 миллиметровый под как было в тех же десятых гиперданков да ничего а тут сразу два пода каждый по 8 и 3 миллиметра и суммарно они имеют толщину чуть меньше 17 миллиметров это прям скажем дохрена при этом толщина фриков в носке составляет 15 и 7 миллиметров это чуть больше чем обычно возможно увеличение толщины носочной части мицоли было сделано с целью компенсации отсутствия в ней дополнительного противоударного пода и чисто теоретически можно предположить сниженное чувство корта в носке хотя это маловероятно говоря о чувстве корта толщина пяточной области всего-то 22 миллиметра это очень мало для кроссовок со сдвоенным пяточным пода добились подобного дизайнеры тем что разместили подов специальные полости таким образом что между ними образовалась свободное пространство мне очень интересно как эти поды поведут себя под нагрузкой под длительной нагрузкой просто посудите сами мицоль так идиот идиот и хренакс прерывается вместо нее вот эти поды а где целостность ведь пятка получается расположена независимо от передней части если я не прав поправьте меня но если не считать верхней стяжки то соединяются пяточный мицоль с носочной лишь внизу да и то при помощи тонкой резиновой подошвы насколько блин это практично ладно отбросим в сторону вопрос практичности глядя на эти снимки в разрезе я прекрасно понимаю почему эти кроссовки условно идеальны для того же я несов вот этот сравнительный снимок раскрывает все карты верху абсолютно посредственно мой субъективный взгляд коби exodus который настолько зашли я несу что он отбегал в них аж целый сезон видите в носке кроссовок также нет никаких дополнительных вставок в пятке достаточно массивный под и по сути то фрики предлагают примерно то же самое включая простецкие материалы высоту форму геометрию технологии ну и прочее ритейл разве что эксодосов повыше на двадцатку но напоследок порассуждаем аттракции взгляните-ка на снимок подошвы кроссовок видите он представлен разными типами материалов с опять-таки разными рисунками протектора не знаю даже каких и обозвать ребят признаюсь как на духу к сожалению я не видел презентации модели от компании night но могу предположить что данный рисунок имеет какое-то отношение к этническому происхождению самого я несу возможно это конечно не так если это не так или вы знаете что обозначает данный рисунок непременно поправьте меня внизу в комментариях с удовольствием прочту ваши варианты но вообще сама модель мне очень интересно хотя конечно смущает несколько моментов и тем не менее желание попробовать эти кроссовки у меня есть надеюсь рано или поздно они все-таки попадут мне в руки я запилю подробный обзор как вы любите ребят спасибо что досмотрели данный видос до конца а также благодарю за то что смотрите мои старые ролики в которых также есть немало интересного если понравился видос понравился формат не жалей свой палец вверх и подпишись на канал если до сих пор этого не сделал сегодня все всем удачи и увидимся и и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok